Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты, и километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Я напомню, что мы с вами делаем, какой смысл этих онлайн-репортажей. Мы хотим познакомить всех участников проекта, всех наших инвесторов, людей, которым интересно, что здесь происходит, что из себя представляет Skyway. Мы знакомим с деятельностью нашего ядра, нашего технологического ядра или нашего проектного института, залу струнные технологии, который включает в себя уже штат почти 86 человек. Мы занимаем 4 этажа в офисе города Минск, находящемся. И ведем активную работу над транспортным, прорывным транспортным проектом. С деятельностью предприятия знакомит вас лично генеральный директор, генеральный конструктор компании, залу струнные технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. Первая наша встреча, первый наш репортаж был посвящен структуре проектного предприятия. Вы ознакомились с рабочими группами, с отделами. По каждому из отделов, по каждой из рабочих групп Анатолий Эдуардович дал подробный, развернутый комментарий, чем занимается компания, точнее не компания, чем занимается рабочая группа, чем занимается отдел, чем занимаются конкретные сотрудники. Сегодня мы... Кстати, господа, у кого тихий звук, вы можете у себя на компьютере его увеличить до тех пределов, которые вам позволят слышать нас нормально. Итак, сегодня наш вебинар, наш онлайн-репортаж посвящен земле, то есть там, где будет находиться наш экологический технопарк SkyWay. Анатолий Эдуардович расскажет вам про процесс оформления земли, про предпосылки выбора, про то, подробно остановиться на том, что конкретно там будет строиться, из чего будет состоять этот экотехнопарк, потому что это будет демонстрация не только индустриальной, промышленной, транспортной технологии, но и подробная демонстрация тех преимуществ, которые дает технология для потенциальных заказчиков, для городов, ну и для мира в целом. Потому что на территории экотехнопарка будут продемонстрированы и сопутствующие решения, которые позволяют воплотиться благодаря технологиям. Итак, ну и в конце вебинара будет серия вопросов, те, которые пришли нам на почту, те, которые будут задаваться в чате, Анатолий Эдуардович также на них подробно остановится, ответит, чтобы многие вопросы были у людей удовлетворены. Итак, дорогие участники, теперь я представляю вам Зал струнные технологии, учредителя проекта, Анатолий Эдуардович Юницкого. Пожалуйста, Анатолий Эдуардович. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги-партнеры. Я продолжаю свой репортаж, который первый был репортаж в прошлый четверг. Я тогда не смог рассказать о наших тестовых участках, о земле, просто не успел. Поэтому я сегодня подробно остановлюсь о нашем проекте, который мы называем «Эко-технопарк», который мы планируем осуществить на территории площадью 40 гектаров. Я, например, покажу сейчас письмо, которое, разрешение на этот участок пришло с Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Потому что получение такого большого участка земли, оно не может быть сделано одномоментно. Любая земля находится в чем-то пользовании. Либо, допустим, сельхозземля. Либо это земля запаса. Либо это рекреационная зона, либо это земли Гослисфонда. И поэтому, когда получаешь новый участок земли, то надо сменить собственника. Надо пройти процедуры изменения назначения земли. Иногда даже изменения генерального плана развития города, рядом с которым этот участок земли находится. И у нас вот все эти процедуры сейчас и происходят. Поэтому это занимает определенное время. Вот я на первое заявление, отрывки с письма напишу, это прочту. Так, что-то пропало. Сейчас слышно? Надеюсь, что все слышно. Видно? Да, Анатолий Дворович, все слышно. По вопросу возможности корректировки градостроительного проекта, генеральный план города такого-то с целью размещения индустриальных площадок и формирования производственного кластера в западной части перспективного развития города, в частности размещения объекта Эко-технопарк Скайвей, далее объект, согласно прилагаемой ситуационной схеме. Согласно прилагаемой схеме, а также дополнительно представленным материалом УП РЭЛСКОВЫЙ СИСТЕМС, это раньше наше предприятие так называлось, сейчас оно называется ЗАО. Размещение объекта планируется на площадке площадью 40 гектар со строительством трех тестовых участков транспортных трасс, здания вокзала и администрации, разворотной платформы модуля, склады и участок сборки, на общей площади около 2,5 гектара, а также создание пожарного водоема площади Накарьга и Сотово-паркового комплекса с учетом отделения плюс площадью 38 гектар. В соответствии с градостроительными проектами генеральный план города и схемой комплексной территориальной организации района, рассматриваемая территория предназначена для формирования зоны отдыха жителей города. Размещение объекта возможно при условии критировки градостроительного проекта генеральный план города такого-то, внесение изменений в градостроительный проект схемой комплексной территориальной организации района в установленном законодательстве порядке. Эта работа сейчас ведется, она уже завершается. При разработке проектной документации по объекту считаем необходимым предусмотреть предлагаемую формированию территории садово-паркового комплекса использовать в рекреационных целях для жителей города, функционированные объекты используют, в том числе для развития делового туризма. И тут есть вот хорошая фраза развития делового туризма, потому что под этим имеется в виду что, приедет нам, допустим, министр транспорта Дубая, которого я знаю, с которым я встречался и работал лет 7-8 назад, который тогда говорил, мистер Анатолий, «Покажите хотя бы километр вашей замечательной системы дороги, и мы вам закажем на 5 миллиардов долларов». Мы его пригласим, это деловой турист. К нам приедут премьер-министры стран, например, как деловые туристы. Например, когда Симин сделал поезд на магнитной подушке «Транспортит» в Германию, этот полигон посетил премьер-министр Китая. Он проехал по трассе, ему понравилось, но он заказал, правительство Китая заказало проект «Шанхай Аэропорт». И был построен проект «Транспортит» более 10 лет назад. Он функционирует сейчас в настоящее время. 30-км трасса «Шанхай Аэропорт» обошла заказчику 1,5 миллиарда долларов. Это в тех ценах, в ценах 2000-го года. К нам будут приезжать президенты стран, руководители крупных компаний, в частности, горнодобывающих, которым нужны грузовые системы. Они должны увидеть тестовые участки, увидеть сертифицированную технологию. И после этого, после демонстрации, они, естественно, закажут уже адресные проекты. Поэтому мы планируем окупить тестовые участки и наш экотехнопарк за один день. Когда мы объявим о демонстрации, до этого времени мы подогреем мировой рынок, потому что у нас предварительные заказы где-то на 100 миллиардов долларов. Есть и скоростные системы. Почему такая большая сумма? Я, например, назову проект, который мы предложили правительству в Австралии, кольцевая дорога вокруг Австралии. Этот проект будет стоить примерно 100 миллиардов долларов. То есть один проект потянет на 100 миллиардов долларов. Но, естественно, тоже правительство Австралии рассматривало другие проекты, те, которые реализованы. И в частности, они объявляли своими тендер на исследование, какую дорогу построить, как первый этап вот этой пустой дороги. Это Мельбурн, Сидней, Брисбен. Это восточно-побережье Австралии. Красса длиной 1600 километров. Объявили, значит, тендер на эти исследования. 300 миллионов долларов заплатили. Значит, компания, которая выигрывала и делала анализ, она и нас упоминала. Но это было давно, лет 10 назад. И там было сказано, что да, очень интересная перспективная технология, но она еще практически не реализована, не сертифицирована, поэтому мы ее не рассматриваем. И была предложена технология, это скоростная железнодорога по ее пустым технологиям в эстакадном исполнении. И когда назвали сумму, то все проследились, потому что проект тогда еще оценили в 80 миллиардов долларов, 1600 километров. Мы бы это сделали за, наверное, 8 миллиардов долларов. То есть примерно в 10 раз дешевле. Поэтому если мы покажем проект, реализованный на тестовом участке, то в проистике Австралии нет, кажется, строительства такой дороги вокруг Австралии, которая поднимет экономику страны в разы. И при этом рентабельность этого проекта будет достаточно высока. И сюда можно привлечь не только деньги государства, но и частных мест. Это один из проектов, который нужен. Второй крупный проект, допустим, это Лондон, Париж, Лондон, Токио через Европу и Россию. Тоже оценили с документом 50-60 миллиардов долларов. Это второй фридский транспортный коридор, который ЕС планирует реализовать. И на это есть деньги. Но они планируют его до Екатеринбурга, лодом Парижа, Екатеринбург. А мы предлагаем продлить до Токио и с отвернем на Пекин и Дели. И была конференция международная по проблемам критских коридоров. Это был 1997 год. Я выступал, эта конференция проходила в Минске. Присутствовало 11 министров транспорта стран Европы. Я выступал с докладом странно-транспортной системы Лондон, Париж, Москва и Екатеринбург. И в решении конференции записано, и это решение поддержано министрами транспорта Европы, рассмотреть этот вопрос. Включение струнных транспортных систем как скоростной составляющей критских транспортных коридоров. Даже на той стадии, когда еще не было ни полигона, ни испытаний, ни сертификации. Но нужно было лоббировать, нужно было работать в том же Брюсселе, продвигать проект. Естественно, это никто не делал, это все зависло, но это актуально и сегодня. И это заказ не утерян. Поэтому при демонстрации успешной, это будет успешная демонстрация высокоскоростного СКВ у нас в потенциале не все критские коридоры. Это десятки тысяч километров, там 9 критских коридоров. Это восток-запад, северо-юг, подвигонали Европы. Где только вот эти проекты в год стоят сотни миллиардов долларов. Это я просто как бы на вскидку назвал некоторые крупные проекты. Почему на самом деле у нас есть потенциальные заказчики. Не говоря уже о том, что есть договоры о намерениях, их много, они есть у нас на самом деле. Но без демонстрации, без сертификации технологий, естественно, ни один заказ и проект не может быть реализован. Это надо понимать. Поэтому вот этот проект Эко-технопарк и задуман как место, где будет, собственно, салон продаж технологий, причем в комплексе, а не чего-то одного. Автомобилистам проще, они показали новый автомобиль, дороги есть, инфраструктура есть, его покупают. Если мы покажем юнибус, его никто не купит, потому что для него нет соответствующих дорог. Если мы покажем струнную эстакаду, то ее никто не купит, потому что нет подвижного состава для этой эстакады. Если мы покажем автоматизированную систему управления бездорожной нашей и нашего юнибуса, то она тоже никому не нужна. Если мы покажем стоящие переводы, без всего остального, то тоже их никто не купит. То есть нужно показывать весь комплекс. Поэтому задача очень сложная, но она решаема. И, может быть, по проблематике и по сложности это соизмеримо, скорее всего, с одним проектом – «Трансфорпит», который сделал «Симир». Они потратили на реализацию этого проекта и на демонстрацию с сертификацией 60 лет 6,5 миллиарда евро. Потом, когда мне говорят, что что-то вы долго развиваете эту технологию, ну, во-первых, государство мне не помогало. У меня не было никогда 6 миллиардов евро, и срок прошел меньше. И «Трансфорпит» – он только для перевозки пассажиров и только между городами. А у нас есть и городская система в различных вариантах исполнения, и дозовая система, и высокоскоростная. Поэтому у нас еще более сложная задача, и мы ее решим на вот этом участке. Виктор, покажи, пожалуйста, о любом. Так, вы видите, участок, он капецидальный. Его длина примерно 1,5 километра, а вот эта большая сторона, которую вы видите, это где-то 600 метров. Ну, даже вот здесь видно ограждение. Это тоже отдельный проект, струнное ограждение, очень легкое, ажурное, недорогое, как охранная система, потому что сверху есть масштаб такой, что не видно эту модель. Там будет двигаться модель Unibus, масштаб 1,10, по периметру, относительно датчиками и телекамерами, и будет сканировать территорию, и выполнять функции охраны объекта. И этот проект мы можем предложить для охраны, допустим, таких особых территорий и проектов, как атомные интерстанции, воинские части, аэродромы. Это такая система может быть вдоль границ, сухопутных, да и морские границы, но могут тоже охранять границы. Поэтому даже у нас ограждение, это тоже отдельный проект. Правильно ему, там с циферкой 3, это Красноградская пассажирская трасса, ердина где-то 1,5 километра. Трасса выходит из станции, она видна вот такая в грани, да? При этом станция у нас тоже особой конструкции. Сейчас мы уже подали заявку на промышленный образец, она оригинальная конструкция и оригинального вида. Это будет в том числе и офис, и собственно салон, где будет происходить продажа и подписание контрактов. Уже на адресные проекции. Так вот, почему ЭкоТехноПарк? ЭкоТехноПарк, мы всю почву, что берем из-под здания сооружения, мы перемещаем ее наверх, эту почву, и улучаем ее и отеленяем. Кстати, по поводу почвы, это у нас тоже будет отдельный проект. Мы не знаем, все ли это знают. То, что мы кушаем сейчас, едим, покупаем в магазине, из-за того, что-то есть нельзя, это практически пластмасса по целым ряду причин, потому что, например, единственный чернозем, который является настоящим черноземом, находится только в одном месте, это Париж. В свое время Докучаев в конце 19 века вывез кубический метр чернозема в Париж, это музей, и вот настоящий чернозем находится только там. Все остальные черноземы практически уничтожены, почвы тоже уничтожены, в том числе из-за агрохимии. Зеленые растения выносят из почвы где-то, ну, полкаблицы Менделеева. И если из продуктов питания не будет селена, то мы ослепим, потому что селена – это основа нашего зрения, он в полбочках там находится. И если будет селена в пище, то у нас не будет иммунной системы, потому что вся иммунная система тоже построена на селена. Нам нужен и магний, и медь, и фтор. Не будет фтора, зубы выпадут, и йод. Не будет йода, в нас будет. Зуб. То есть, ну, это просто некоторые элементы из полкаблицы Менделеева. Растения раньше выносили из почвы, это потому что почва была живой, а потом стали пахать, переворачивать гену, наслежать эту органическую часть, живую часть почвы, и стали сыпать четыре там удобрения. То есть растение выносит полкаблицы Менделеева из почвы, а туда вносят четыре там – азот, фосфор, калий, ну, еще там какие-нибудь, да? Ну, максимум пять. И получается произошло обеднение почв, и ухудшение микроэлементного состава примерно в сто раз. То есть ухудшение микроэлементного состава в сто раз. И поэтому предлагают всякие добавки, БАДы и прочее, чтобы, ну, понимаете, сломать ноги, а потом ходить на кастелях, говорить, ну, сколько? У нас хорошо, у нас хорошая кастель. Вот примерно то же самое. И это совершенно неправильно. И идут уже изменения на генном уровне, из-за того, что у нас совершенно не та, которая должна быть, которая была в течение миллионов лет, потому что наши предки питались вот той пищей, которая была тоже. того, как Адрахимия, ну, начали мусить в том, что Адрахимия с годами. Так вот, эту почву можно восстановить. И у нас есть такая технология. Дело в том, что микроэлементная почва живая, то, что в магазине продают, это не почва. Почва должна быть живой, потому что гумус не усваивается корнями, он не растворит. Микроорганизмы, которые живут в почве, там, в России, их много видов разновидностей, там, и жучки, и червячки, и гыбы, там, и много чего есть, да. И вот это все и превращает гумус и почву в питательную среду, в которую могут усвоить корни растений. И даже оказывается, что почву, это растение, умоделяется брать минералы с минеральной части, ну, с песка, собственно говоря, нужные элементы, там, селена или там, йод, там, и литра доза всегда есть. Почему? Потому что есть микроорганизмы в живой почве, которые выделяют кислоты, кислоты разъедают минерал, кислота, при этом они выделяют риск, акулиты, чтобы защитить растворение влагой, вот этот вот раствор, и корень усваивает это. И мы, вот то, что наверху в здании сооружения, это наша почва. То есть мы взяли плохую почву, убитую за столет, агрохимии и всех остальных техников, перемещаем наверх, обогащаем, делаем его живой, и на них же потом, ну, посадим сад. Поэтому почва, это тоже наш отдельный проект, поэтому называется агротехнопарк. И, кстати, почва, это тоже может, может быть, тем продуктом, который мы можем продавать. Почему? Потому что, ну, известно, что немцы во время Великой Отечественной войны вывозили шалонами чернозем. В Германии нет нормальных почвей, они вывозили в нашу почву, более богатый гумусом. Кстати, мы можем нарастить гумус, черноземный гумус от 10%, мы можем нарастить до 50%. В естественных условиях гумус в союзе 10% в верхней своей почве создается примерно в течение миллиона лет. А здесь у нас есть ускоренные методы, как это, черный из этих клеток создать такую живую почву. Так мы можем либо с биоматериала, это, допустим, листья, веточки, отходы дерева от переработки, ну, опилки с помощью своих технологий вот превращать в почву, используя и, ну, естественную почву. А потом это продавать. Во многих странах билеты строят дороги, и продавать достаточно больших подъемов. Как в Австралии, например, здесь практически 60% бюджета за счет продажи минеральных ресурсов, они продают несколько сот миллионов тонн рубки и, благодаря тому, живут нормально. А это минеральный ресурс, который можно создать самим. Те же, это уже торфы в Беларуси много, и в других там, в странах, и в России много, и в Украине, да, делать нормальную почву, строить дороги и возить миллионами, даже десятками сотен тонн и продавать. Вот для этого можно строить дороги и самим быть заказчиком для этих дорог. есть на это потребители и покупатели. Это то, что касается вот этой скотч, который мы подвели на второй уровень. Значит, эта трасса, которая идет со станции, это низкая трасса на высоте, где-то, которая ближе к нам к сограждению. На высоте примерно 10 метров, пролетами 40 метров, мы там планируем развивать скорость до 120 метров в час. Это городская транспортная система. Потом она делает разворот в конце, витер моно показать конец просто. Разворачивается в конце, и единиц поедет обратно. Радиус поворота 15 метров. Нет, это не та в конце. Это станция просто в другой раз. Покажу. И радиус у нас не маленький. 15 метров трамвая где-то там радиус метров 50. Поэтому в дорогих условиях можем разворачиваться на малой территории. Вот видите, даже здесь фундамент небольшой, а зона поделенения в сербе большая. Это где-то 10 метров. Видите, есть расчет внутри дерева впереди. Потому что там есть тоже дом внутри опоры. В этом уровне можно достаточно либо опора приезжать и можно достаточно крупный дерево расти. Ну, а здесь мы разобьем так. Потом развернувшись, перенебус уходит на другой тип системы высотную с большими пролетами. Там были всего две опоры высотой около 30 метров и пролетом примерно по 500 метров. И небус с малой высоты уйдет на высоту 30 метров с склоном где-то 15%. мы таким образом покажем плохо слышно. Странно. А вот так. Странно. Плохо слышно. Ну, ладно. Поверим. Так. И мы поднимемся наверх. Покажем подъем. Покажем, как мы можем в судне земли подняться на высоту. Потому что вместо опоры может быть и высотное здание. а мы поднимаемся на верхний этаж, допустим. А потом дальше идем на большой высоте. В данном случае мы на высоте будем 30 метров. Потому что нет смысла там высокие опоры по 100-200 метров делать. Ну, понятно, что можно подняться на любую другую высоту. Потом пройдем пролетом на 50 метров и снова опустимся уже на ту начальную станцию, с которой я начал свой рассказ. Так что ректор можно вернуть обратно. А сейчас нормально слышно? А почему-то да. Странно. Да, он проверяет, тестировал, микрофон нормально работал. И вот видите, там наверху станции здание. Это жилой дом. Мы хотим показать, что мы создаем новую почву, новую землю, где могут жить люди. То есть это может быть чей-то приусадебный участок. можно построить дом, сад разбить, это 10 соток. И мы таким образом не отнимаем землю. Даже не только дорога практически не отнимаем земли, потому что здесь не показано, но вообще-то опоры будут обвивать лиамы, то есть они тоже будут зеленые, там будет жизнь. На ряде опор мы положим колесо телеги, чтобы аисты могли свить гнездо и покажем, что видите, система не опасна, не пугают животных, птиц. Внизу будут пастись коровы, зайчики бегать, возможно страусы. То есть мы покажем естественную природу. там будут разбиты виноградники, но здесь почему-то не показано, будут сады разбитые, и вишня там, яблони, а виноград он районированный для Белоруссии, то есть он будет давать тоже нормальный урожай, и он будет вкусным, этот виноград. И мы даже покажем новые растения районированные и вот вписанные здесь в эту природу. А до этого здесь вообще-то был бурьян и, можно сказать, болото. Как можно эту землю превратить, сделать другой? Слева вот это цех, где мы будем собирать универсы и организовывать ряд производств, в частности мотор-колесо, это наша разработка, причем сделали те конструкторы, которые знают, что такое мотор-колесо, это те, которые приводы для ее-мобиля, для аэровика, там и других электромобилей, которые показали очень хорошие результаты. И поэтому это не новички какие-то там, и студенты, которые тренируются, нет, это серьезные конструкторы, спортируя наше уникальное мотор-колесо. Я в прошлый раз говорил, могу еще повторить, для тех, кто не слышал, что двигатель в этом мотор-колесе, он диаметром менее 40 см, 35-6 см, толщиной всего 8 см, а мощность его будет 150 кВт. При этом крутящий момент, что очень важно, где-то 750 ньютон-метров, то время, как у 600-го Мерседеса на валу двигателя крутящий момент меньше, 500 ньютон-метров. Поэтому это мотор-колесо позволит быстро сгонять унибус, быстро тормозить, с нормальным ускорением, не скритично, брать уклоны серьезные до 30%, и мы обеспечим, чтобы не было пропусковки колес, у нас там есть свое нау-хау, и в том числе, когда мы будем, вот эта трасса, что показано, она городская, но потом она превратится дальше, за пределами участка, высокоскоростной, потому что там будет стрелка, следующий перевод, и будет моно по кругу двигаться, а моно, переведя стрелку, пойти дальше по прямой на участок трассы высокоскоростной, которая уйдет на, я планировал раньше на 30 км, почему на 30 км, потому что для разгона, поскольку уклонное сопротивление, допустим, движению, аэродинамика и сопротивление кочевных колес, надо массово загнать до определенной скорости, нужно прикладывать дополнительную мощность, и чем сильнее мы будем разгонять, чем выше скорость, в момент который мы разгоняем, а скорость же растет, тем большую мощность нужно прикладывать, например, на стационарное движение со скоростью часа 50 км в час, нам нужно порядка 200 кВт, а чтобы разогнать с ускорением метр секунды в квадрате, это нормальное ускорение, небольшое, но не будет ощущаться пассажирами, при скоростях уже там больше 200 км в час, нужна мощность порядка 800 кВт, и должен быть серьезный крутящий момент, и вот это мотор-колесо это обеспечит, поэтому здесь будем мы демонстрировать не только городскую систему, но и высокоскоростную, и там будет сборка, и производство, кроме этого мы планируем производство системы управления, потому что покупать очень дорого, причем существующие системы автоматизированного управления, они ненадежны, потому что даже если такие гиганты и специалисты в этой области, как Симис, допустили аварию на тестовом участке в Германии, когда погибли 20-ти туристов, потому что они на тестовом участке их поезд столкнулся с машиной, которая чистила полотно, это была одна путка, и они шли навстречу другу, и система управления не заметила чистящую машину, а еще пример, когда Вольва демонстрировала систему управления автомобилем без водителя, они созвали журналистов, киношников, и должны были автомобили разогнаться и перед стеной остановиться, но почему-то не остановился, врезался в стену и разбился этот автомобиль в такую систему управления, после этого фактически Вольва обанкротилась и ее купили китайцы. То есть не так просто вот эти вещи даже взять у кого-то и адаптировать к нам, и причем это будет безумно дорого, потому что тот же Талис, который нам предлагал систему управления, это французская компания, где 40 тысяч инженеров работает, только инженеры, что у них есть система управления, и нам предлагали взять за дотацию где-то 5-6 миллионов евро и за один километр дороги с системой управления от Талисов будет, обойдется нам полтора миллиона долларов за километр трассы. То есть если будет дорога, допустим, Минск-Москва 700 где-то километров, то только с системой управления обойдется миллиард. Ну, это как бы неправильно, я считаю. Поэтому мы создаем свою систему управления. У нас есть все специалисты необходимые для этого. Она будет построена в другой логике, на другой лимитной базе. Ну, это как, допустим, если сравнить аналоговую фотографию и цифровую. Там разные стандарты и качество другое. Поэтому у нас есть с собой программный продукт, потому что логистика будет несколько другой. А Виктор что-то убрал этот альбом? Алло, Виктор? Что-то опять сбыл, что ли? Я не понимаю. Сейчас, секунду, запустите. Нормально все, да? Слышно меня все нормально, да? тем более, что если мы возьмем такие сложные вещи, как система управления за рубежом, то, ну, известно, что, когда покупают даже телефонный аппарат там, зарубежное производство, зарубежные программы для президента страны или канцлера Германии Меркель, то оказывается, что ее телефон послушивается. Поэтому, естественно, нельзя брать систему управления, через которую можно все прослушать и все записать, и более того, когда кому-то надо, отключить эту систему управления. И всю транспортную этот комплекс и систему транспорта остановить в один раз, и все перестало работать. Поэтому, с этих точек зрения, с точки зрения безопасности, мы создаем сами систему управления и уверены, она была круче, чем любая другая известная в мире система. При этом, уже у нас есть понимание цены. На кроме трассы мы уложим 100 тысяч долларов, а не полтора миллиона евро, как нам предлагал Талевск. Потом на участке видны сады. Тоже там районированы всякие растения. Одна просьба. Вы могли бы микрофон чуть-чуть сбоку держать. Не прям в него говорить, чтобы не хрипело. Может, я приплю. Хрипи. Нет, вы его просто держите чуть-чуть сбоку. Как слышно еще? Нормально, нет? Что-то я не знаю. Николай, нормально. Сейчас слышно, нет? Нормально? Тут задержка 5-секундная. Нормально, да? Окей. Хорошо. Если в 18-м веке князь Паскевич получил земли в городе Гоноле, откуда я собственно родом, то уже через несколько десятков лет там зацвели сады и он даже выращивал ананасы. Это был 18-й век. Были теплицы и тогда росли ананасы. И он привез несколько сот разных деревьев с разных стран. С Америки, с Австралии и сотни этих разновидностей деревьев, кустарников и так далее и посадил в Гомеле в парке и они растут до сих пор. Поэтому мы тоже хотим в экотехнопарке посадить не только местные растения и деревья, но и завести других регионов мира и показать, что они тоже могут здесь произрастать и чувствовать себя нормально. Поэтому здесь будут аллеи развиваться, парки и в том числе экзотическими растениями. На дальней стороне участка видна трасса грузовая с двумя терминалами. Слева погрузочный, пять, справа, пять разгрузочных терминалов. Трасса длиной около километра. Мы покажем систему производительностью где-то 60 миллионов тонн в год. Это выбор не случайный. это большая производительность всех известных систем подобного рода второго уровня. Это конвейерные линии, есть еще другие, канатные дороги, грузовые. Самая большая в них производительность 30-40 миллионов тонн в год. Мы хотим сделать 60 миллионов тонн в год, а потенциал 250 миллионов тонн в год. В этом нет необходимости делать более дорогую систему, потому что понятно, чем выше производительность, тем это все будет дороже, больше нагрузки, больше объем перевозок. Поэтому будет дороже путевая структура, опора, терминалы, другие элементы. И 60 миллионов тонн в год это немало. На первой трансформида производительность около 100 миллионов тонн. При этом он перегружен. Эта железнодорога она перегружена, она на предельность своих возможностей работает. И на первой Австралии, которая больше всех добывает и вывозит руды, нет ни одной железнодороги, где была такая производительность 60 миллионов тонн в год. Поэтому демонстрацию такого тестового участка грузового мы перекроем 99% мирового рынка. То есть только один процент, где-то по тому проценту заказчиков потребуется больше объем перевозок. Эта система легко насштабируется и понятно, что если мы будем возить 60 миллионов тонн в год, то мы можем сделать систему на большую производительность. перейти к ответам на вопросы. Я думаю, что в первую очередь те, которые были заданы по электронной почте, они у вас на рабочем столе, ну и впоследствии можно будет да, ты передал мне вопросы. Если у вас прогнозируемые показатели уровня шума при работе городской навесной системы стоит. Ну у нас не ладно, она городская, навесная, подвесная, грузовая. У нас все системы низкошумные. до 50 децибел. Это примерно шум листвы в лесу. Например, в метро Московском там больше 90 децибел, когда это очень вредно для здоровья. Децибел и там непростая цифра. 50 и 90 отличается в несколько тысяч раз, потому что там логарифмическая зависимость. Поэтому 60 там 50-60 децибел это очень низкий шум, 90 это уже очень большой шум, а 120 децибел ну около 10 тысяч таких дорож скоростных. Иначе это в 60-х годах прошлого века. И когда они стали строить первые дороги, посыпались жалобы от населения. Потому что дороги проходили мимо домов, они по городам шли, пошли жалобы на очень сильный шум, потому что они делали ряд участков в эстакаде, а эстакады были стальными. настолько это была серьезная проблема, ее никак не могли решить. Что только они делали, резины покрывали полиуретаном, пытали как-то гасить этот шум, ничего не получалось. И тогда они решили проблему кардинально, запретили законодательно строить эстакады стальные в городе. Я нашел другое решение этой проблемы, более простое, более эффективное. И я могу ремонстрировать на простом примере. Если подойти к стальному столбу в городе и ударить молотком, шум будет слышен за километр, и еще там будет минута гудеть. Если подойти ударить молотком этим же по жилетонному столбу, будет бум, и все, шума не будет. не будет звона. Почему? За счет сил внутреннего трения, а в бетоне частички разного размера, там есть цемент, есть минеральный наполнитель, есть песок, есть щебеночка, они гасят за счет сил внутреннего трения, они гасят все эти колебания за счет сил внутреннего трения, очень быстро, почти мгновенно. И шума нет. Поэтому у нас нет полных пустотелых конструкций, нет конструкций без бетона. Потому в струнном рельсе у нас бетон, не только струнный. Корпус стальной, внутри струны и бетон специальный, чтобы решить эту проблему, проблема шума. Столбы или даже остальные они все равно заполнены бетоном. То есть у нас нет пустотелых стальных конструкций и конструкций с открытым профилем стальных. Это одна причина. Вторая причина не менее серьезная. Обычные железы дороги, высокоскоростные не исключение. Делаются с температурными швами, стыками. Вы все это знаете, как дорога стучит тук-тук на этих стыках. Даже если плети, иногда рельсы сваривают и плети, там километровые все равно у них плетей есть потом стык. И потом они вынуждены переставлять ставки зимой-летом, потому что длина меняется этих участков рельсовых у нас это решена проблема по-другому. Так же как в линиях электропередачи или телефонных линиях связи нет стыков. Там за счет внутренних напряжений то есть меняется напряженно-деформированное состояние без изменения длины. И естественно мы это понимаем разницу между этими двумя вариантами исполнения и используем соответствующие материалы, соответствующие конструкции, чтобы перепад температур 120 градусов не разрушив конструкцию. Мы должны умеем это делать и первый такой вариант такой конструкции был продемонстрирован в озерах. Там такая же неразрезная система замкерная по концам на языке статической механики сапромат называется статически неопределимая неразрезная преднапряженная преднапряженная конструкция. В озерах это именно такая конструкция была построена. Кстати, иногда задают вопрос о вообще хоть одно изобретение Юницкого в Недреном где-то. В озерах в Недреном мы их четыре изобретения достаточно посмотреть на любую фотографию участка этого там четыре пролета и посмотреть на мои патенты и увидеть что в один в один содержание патентов перенесено полигон в озерах это вот четыре миллиона изобретения только в озерах а еще в советское время у меня внедрено более 30 изобретений по которым я получал вознаграждение с записью в авторском среде СССР что может быть серьезнее более серьезное подтверждение что изобретение внедрено это будет это вознаграждение за экономический эффект за записью в патенте в авторском среде а увидит допустим одно из моих изобретений в атомной подводной лодке ну как можно это увидеть поэтому вот это две такие два отличия серьезных нашей железодороги основные это мы значим устраняем шум резонанс и распространение шума и устраняем источник шума стык и мы делаем безотрывное движение колеса потому что оба колеса тоже задемпфированы относительно ступицы и он отыгрывает микронеровности рельса за счет этого демпфирующей прослойки и при безотрывном качении колеса шума нет и на тех нормальных участках трасс Синкенсен в Японии если кто-то катался на скаржей дороге шума нет кольцо катится беззвучно без шума есть только аэродинамический шум ну а мы тоже с этим знаем как бороться потому что у нас исключительно хорошая аэродинамика а шум это выброшенная энергия если мы пять раз получили аэродинамику значит у нас в пять раз менее мощный двигатель значит он в пять раз будет меньше выбрасывать энергии вот аэродинамический шум поэтому аэродинамический шум у нас будет высокого уровня и все вместе даст ну где-то порядка 50 децибел о которых я сказал так вопрос следующий очень беспокоит вопрос о надежности службы безопасности всего проекта информационной безопасности физической безопасности и так далее ну я думаю он многих беспокоит и наверное Березовского тоже беспокоил чем закончилось вы знаете так если кому-то надо что-то сделать нижненько судьба не поможет поэтому зря думают что у нас нет службы безопасности она есть это служба безопасности в разумных пределах не надо фанатизма и здесь так информационная безопасность есть кто сказал что ее нет вы что-то видели хоть одно ноу-хау или вы видите какую-то закрытую информацию где-то в ответном доступе у нас вообще серверы мощные защищены и они не только здесь находятся а на удалении и мы знаем где они находятся и любой взлом придет в том месте к уничтожению информации но она сохранится в другом месте в котором мы знаем а другие не знают а это десятка уже терабайт информации десятки поэтому она есть на самом деле безопасность но если кому-то она не видна ну что поделаешь и главное тут наверное я бы сказал так надо быть незаметным если ходить допустим с мешком денег с прозрачным и размахивать им на улице я думаю далеко не уйдешь так и никогда особой безопасности не 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 поможет поэтому на самом деле в безопасности важнее всего не информированность других то есть мы знаем а другие не знают что-то что происходит и так далее и это основа безопасности в том числе информационной так третий вопрос хочу задать вопрос по финансированию проекта на предыдущем вебинаре 19 марта 2015 года я слышал о том что проект финансируется не так крупно как хотелось бы но и на ранее предыдущих вебинарах утверждали что после оформления всей полной документации будет вкладываться проект крупные инвесторы и тогда пойдет финансирование полным ходом и не будет отставать от графика и так вопрос когда начнем и так вопрос когда начнется оформление документации и когда планируется завершить оформление документации здравое спасибо за ответ я думаю что это один из важных вопросов и немало количество акционеров хотели бы получить ответ на самом деле у нас нет отставания это другое мы просто в связи с тем что мы не получили участок земли раньше как мы планировали в Литве но пришлось перестроить график и больше как бы времени отдать на подготовку строительство она не требует таких больших финансовых уложений поэтому то что у нас есть идет финансирование его достаточно для этих стадий просто мы основные затраты переносим на более поздний срок чтобы быстро ударно построить изготовить и как пример я уже проходил знаю на первых озерах от начала проектирования до водоэсплуатации полигона деть не сухо когда мы начинали этот проект у нас даже не было своей лопаты ничего не было а через эти места мы уже демонстрировали и ледяки Александр Иванович который финансировал проект с которым мой фонд заключил договор фонд он носил название он и сейчас носит название одного из моих изобретений фонд содействия развития линейно-транспортной системы линейно-транспортной системы вот мы и Лебедев демонстрировали и губернатору московской области Громов за 9 месяцев мы этот проект здесь сейчас у нас конечно более крупный проект но мы планируем уже осенью следующего года осенью даже не зимой а раньше у нас графики все построены демонстрировать уже основные вот того основного то что показано на данной схеме рисунки ну не будет может быть таких больших деревьев потому что они не успеют вырасти а все остальное будет и это будет все сертифицировано и будет спортировано нами у нас для этого есть все необходимые кадры и мы эту работу делаем мы не сидим без дела мы работаем если мы не размахиваем не читажами так же как не надо размахивать мешком мешком с деньгами на улице нельзя размахивать читажами это наше богатство там все наши ноу-хау естественно они закрыты для общего доступа я сейчас говорю только то что могу говорить а не то что захотелось и начал рассказывать нет то что могу я понимаю что он ноу-хау я понимаю я понимаю какая индивидуальная собственность потому что это основа нашего бизнеса это то что стоит самые большие деньги поэтому документация делается и уже по ряду элементов она есть в частности по испытательным стендам я забыл сказать еще кстати вот здесь испытательные стенды они тут наверное не указаны почему да ссылки нет вот антигрузовая трасса там и за цехом будут стендовые участки тоже вот то что мы первым будем делать это стенды испытательные это очень важная часть нашей работы потому что многие вещи которые являются сейчас декларативными и теоретическими будут отработаны на стендах причем ускорены вот для того чтобы показать объем перевозок 60 миллионов тонн вот тут надо с каждой стороны по горе насыпать высотой метров 100 руды и потом возить мы естественно это делать не будем мы вот эту наработку 100 миллионов тонн делаем на коротком стенде который замкнем и он будет возить взад-перед непрерывно при этом многие вещи такие как долговечные и так далее зависят от длины трассы потому что погрузили один раз довезли выгрузили один раз поэтому если трасса допустим 200 километров то погрузка-разгрузка раз в 5 часов допустим и поэтому за там 50 лет жизненный цикл или там 100 лет транспорта системы там будет такое-то количество циклов которые приведут к износу погрузка-разгрузка приводят к износу допустим бункера кузова транспортного средства но если мы сделаем короткую трассу или погрузка-разгрузка будет 1 минута а не 5 часов то он отличается 5 часов это 3000 минут а в 3000 раз в минуту значит мы ускоряем испытания отдельных элементов в 3000 раз что такое за месяц испытаний мы продвестируем фактически 300 лет работы системы это же касается взаимодействия колеса рельсы такие тоже стенды будут это касается подвески особенно высокоскоростного ленивуса где очень сложная мягкая подвеска причем она регулируемая подвеска она сама должна подстраиваться и так далее автоматически регулироваться во время движения мы тоже сделаем отработку на стендах чтобы понимать сколько она прослужит сколько летом сколько циклов сколько колесо прибежит до необходимости замены 100 тысяч километров миллион километров 5 миллионов километров так конструкция колеса которая у нас есть очевидно что это будет миллионы километров до пробега то на как шина автомобиль ну 30-50 30 тысяч километров 50 тысяч километров то есть у нас более долговечная система и подшипники должны стоять там лет по 20 иначе если мы будем останавливать грузовую транспортную систему чтобы поменять там колеса или подшипники допустим или какие-то другие элементы то день простоя может обойтись нам потому что нам будут приятные претензии заказчик которому мы построим эту дорогу потому что день простоя может обойтись ему в потерю 100 миллионов долларов потому что на завод он зарабатывает на перевозке этой руды 10-20-30 миллиардов долларов если большие объемы перевозок и даже остановка на один день такой ущерб нанесет и он нам предъявит претензии что придумали что вы там сделали нам такую систему платили неустойки то есть мы понимаем ответственность того что мы делаем и та же стакада которая должна выдержать если она будет сто лет стоять это не менее 100 миллионов циклов нагружения если мы будем на трассе испытывать нам сто лет не хватит чтобы испытать потому что тут же всего несколько универсов ходит а не поток поэтому мы сделаем стенд испытательный где смоделируем мы оставим к одному путевую структуру и тоже ускоренно нагрузим 100 миллионами циклов наружения сделано это за 2-3 месяца а не за год и поэтому пока мы проектируем и строим уже тестовые участки мы нарабатываем материалы которые позволяют усовершенствовать то что мы еще не построили мы уже собираемся строить и внести соответствующие изменения чтобы уже тестовый участок появился и нормальный поэтому с ним тоже соответственно торопиться не надо и мы выйдем на строительство тестовых участков не в этом году это не нужно бессмысленно а в следующем году быстро построим так как мы построили очень быстро потому что все будет готово уже будет все привезено все комплектующие уже будет производство налажено в том числе сборка юнибусов мотор-колеса и так далее и все будет готово причем надо делать одновременно потому что зачем делать трассу раньше если нет транспортных средств которые по ней поедет решила бы стоять что ли или сделать допустим наш рейсовый автомобиль юнибус раньше что он будет в гараже стоять, если дороги не будет. Это надо делать одновременно, то есть в одну точку собраться, а потом как бы включить работу, сделать пусконаладочные работы и сертифицировать. И мы это сделаем без проблем, в том числе сертификацию, ничего там страшного нет, мы знаем как это делать. И по большому счету здесь нет, согласно действующему законодательству, нечего сертифицировать. Нужны регламенты, техрегламенты и надо соответствовать этим регламентам. Оно будет соответствовать. И только отдельные элементы, например, такое как низковольтное оборудование, потому что у нас и контактная сеть будет 750 вольт, только это надо сертифицировать. Вот в городской системе только вот это оборудование надо будет сертифицировать. Все остальное сертифицировать не надо, а только фактически контактную сеть и работу с контактной сетью. Ну извините, этих контактных сетей столько уже по-настоящему, что мы ее инститифицируем. Не обеспечим электроизоляцию, не обеспечим там радиошумы, чтобы оно не искрило и так далее. Обеспечим. И тоже в том числе сделаем испытания токосъемов, контактной сети, потому что они у нас будут другими, они будут лучше. Ведь я не знаю кто-то, вот видим из вас или нет испытания, ты живи, это лучший поезд скоростной разработки Франции. Они поставили рекорд. 570 км в час. Они год готовились к проезду двух всего там вагончиков, то есть не поезд, он бы не мог разогнаться с такой скоростью. Укороченный вариант. Поехали один раз, потом год ремонтировали. Так я вот видел эти съемки, когда там есть переходы через железо дорогу, стояли и снимали проезд. Это было что-то ужасное, страшно было даже смотреть на это. Там молнии сверкали, там все так ходило ходуном, потому что контактная сеть сейчас плохая. Она провисает, и с провисающей части снимается ток. Она кривая поверхность. А скорость, это скорость почти оружейной пули. И даже капелька воды, которая висит на контактной сети, это удар. Динамический удар. А там даже сосудка может висеть, а не только капелька воды. У нас другой такой съемок. Не такой. Естественно, мы его тоже испытаем. И вот его мы будем сертифицировать. Поэтому, у нас нет отставания, но начнутся скоро, когда мы выйдем уже на площадку, надо ускоренно закупать. Мы же с многими поставщиками, уже у нас есть определенные договоренности. на поставку оборудования. Комплектующие, материалы, стали, струн, там много чего есть. Анкельных узлов и так далее. И поэтому нужно уже платить авансы на поставку и так далее. И чем раньше мы это сделаем, тем раньше нам поставят. И мы можем раньше приступить к строительству. Поэтому, где-то вот летом, ну, надо объемный финансирование, естественно, в разы увеличивать. Иначе туда пойдет тогда, не сейчас. Туда пойдет отставание по графику. И придется навесывать уже позже и опять же более ударно работать. Но это тоже не совсем хорошо. Поэтому хотелось бы, чтобы более-менее равномерно сейчас идет, шло наращивание объема финансирования. В соответствии с графиком, который опубликован, 15 этапов, там все-то есть. А сейчас финансирование не критично. У нас есть необходимые запасы, так сказать, точности по финансированию. Поэтому все нормально. Так, следующий вопрос. Можете ответить на вопрос о строительстве, эксплуатации, экономичности и словного транспорта. Но эти вопросы закономерные, их постоянно задают. Поэтому я постоянно отвечаю, но вопрос важный. А почему друг мой эффективнее, чем другой транспорт? Я могу сейчас и график нарисовать, формулы, могу объяснить, я не знаю, стоит ли это делать. Может попытаюсь на словах, хотя могу сейчас и порисовать что-то, чтобы объяснить уже через математику. Не знаю, стоит ли это, Виктор, как ты думаешь? Ну, Антон Ильич, попробуйте. У вас есть для этого доска необходимая, поэтому… Ну, тогда, наверное, начнем. Сейчас я тогда на доску перейду. Так, на доску… Так. Самое главное – это мы… Вот эффективность. Мы уменьшили аэродинамическое сопротивление. Потому что это для скоростного движения. Самое главное – не подвес, как думаешь, вы поставили погибный подвес и все хорошо. Нет. Основные затраты идут не на подвес колеса или там чего-то другого, транспортное средство относительно полотна, а аэродинамика. Вот я напишу форму аэродинамическое сопротивление. Аэродинамическое сопротивление. Аэродинамическое сопротивление. Равно. Одна, вторая. Ро. Плотность воздуха. Умноженное на В в кубе – это скорость движения. Умноженное на ЦИХ – это центр реальнического сопротивления. Умноженное на МИДЭЛ – это площадь поперечного сечения. И умноженное на потери в редукторе, потому что нас интересует вообще мощность наворот двигателя. Поэтому это еще есть потери передачи мощности. Поэтому КПД-редуктор тоже должно стоять в форме, чтобы понимать, какую мощность нам нужна, какая мощность. И вот я возьму сейчас, допустим, для скорости 25 метров в секунду. Это привычная для нас скорость – это 90 км в час. Скорость небольшая. И поставляем формулу значения. Один низкое сопротивление при такой скорости равно 1,2. РО – это 1,25 метров в секунду. Это килограммный кубический метр воздуха и килограммный кубический метр воздуха. При температуре плотность воздуха меняется довольно в больших пределах. От 1,1 до 1,6. Поэтому в сильный мороз нужна большая мощность для движения, потому что воздух более плотный. И тут можно стоять 1,4. И вы в кубе. Вот главная цифра здесь. Вы в кубе. А. Я зря я национальную цифру была сейчас. Скорость. Скорость. Двадцать пять. На 25 метров в секунду. В кубе. Уморим на CX. CX у нас мы получили 0,075. Это продувка показала. Это экспертальные данные. Я возьму чуть больше. 0,8. И я давайте возьму на 1 метр квадратный. А потом если метр больше, чтобы понимать насколько важен вот метр квадратный недель. Поэтому я умножаю на метр квадратный. Так. Метр квадратный. И на потери в ряду где-то 1,1. Так. Метр квадратный. И равно. Если перемножить. Я тут ранее перемножил. Это вот 860 Ватт. Немного. Потому что скорость 90 км. А теперь увеличим скорость до 125 метров в секунду. Это 450 км. Ч xpro 1-2 на 1,2 на 1,4 на 1,7 на 1,12 на 1,67 на 1,9 на 1,1. И получается 107 тысяч ватт, ну 107,4 киловатта, видите, там меньше киловатта, то есть это мощность лошади, а здесь 107 киловатт это где-то 130-140 лошадиных сил на 1 квадратный метр микеля. При нашем CX 008, а если взять Bugatti, у которого CX в Bugatti, очень крутая машина, многие хотят ее накупить, она стоит 3 миллиона евро, у нее CX 0,38, так вот если мы 0,38 разделим на 0,08, и все это умножим на 107, 0,38 разделить на 0,08, умножим на 107, вот те 508 киловатт. Вот что значит улучшение аэродинами, на квадратную нет, а теперь представьте, что у автомобиля 2 квадратных киловатт, на квадратных киловатт, он уже аналог, это год 1116 киловатт, оно так примерно и есть в Bugatti, у него движок где-то с 1700 квадратных сил, причем защитная часть идет на аэродинамику, и таким образом пересход, вот мы уменьшаем, допустим, мощность аэродинамического сопротивления одного транспортного средства на 1000 киловатт. Что-то такое, ну подумаешь там 1000 киловатт, да господи, паровозов, электровозов, там кораблей, самоза, столько летают. А мы давайте подсчитаем, тут даже нам калькулятор не нужен. 1000 киловатт в час был перерасход 300 литров топлива в час, значит 300 литров уменьшаем на 20 часов работы в сутки. Это будет 6 тонн в сутки, ну не тонн там, кубов, куб из кигметра топлива, то что оно легче, чем вода, нечего. А если мы умножим на год за 365, получаем 2190 тонн топлива. За год одно транспортное средство перерасход. А если оно 20 лет будет работать, ну там 20. И получается 43 тысячи тонн. Бугатти перерасходуют за 20 лет, если будут работать 20 часов в сутки. На ток аэродинамике. Сождет 43 тысячи тонн топлива лишних. Они стоят сегодня где-то, ну в среднем, 43 миллионов евро где-то. В Европе даже 1,5 евро, да? То есть это 50-60 миллионов евро сэкономит аэродинамика хорошую мысль. На одном транспортном средстве, а те вносим на миллион. Так там триллионов не хватит долларов. Знаете, это вот эффективность только за счет, то есть им не хватит триллионов. И не хватит всей нефти, чтоб запитать сеть дорог скоростных. Где будет миллион транспортных средств. А мы хотим, ну таких как допустим Бугатти. А мы делаем транспорт не только общественный, но и личный, частный. У нас Юнибус может иметь семья. И он будет дешевле автомобиля. И возраст скорости 400-500 км в час. Но это да, это не сегодня, но это будет позже, когда будет создан сеть дорог. Когда фонд начинал строить, создавать автомобили, сети дорог не было. Но говоря тому, что автомобиль стал семейным, и мог доехать от двери до двери, чего не может железная дорога, он и победит железную дорогу. А у нас будет сеть дорог, потому что они более эффективные, которые подойдут в будущем каждому дому. Это будут миллионы, десятки миллионов камер дорог. Мы по ним можем ездить на личных транспортных средствах. Более эффективных, более экономичных. И я взял только аэродинамику. А есть еще сопротивление качения движения колеса. У нас другое колесо. А там уже зависит от потери, от того, какая масса, вес. Потому что ясно, что чем больше нагрузка на колесо, тем труднее его потеть, и надо откладывать большую мощность. Поэтому у нас там тоже экономия серьезная, по сравнению с тоже железной дорогой. Потому что у нас 200 конструкций, 200 конструкций. А железная дорога 2-3 тонны. Потому что, посмотреть на купельный вагон, там 50-60 тонн один вагон. А если взять СВ, там едет всего 18 человек. Разделите. 3 тонны на человека, только один вагон. А еще тянет тепловоз или литровоз. Их два в сцепке. Каждый по 200 тонн. Тоже надо переносить на пассажиров. Получается там 3-4-5 тонн на пассажиров. Это все надо двигать, разгонять, тормозить и тратить энергию. А у нас совсем другая эта характеристика. Ну, там есть еще более другие, более мелкие преимущества. Но это все в комплексе дает вот такую эффективность. Ну, луч автомобиля, если взять все показатели по эффективности, по расходу энергии топлива, примерно в 20 раз. В 20 раз примерно. А если взять, допустим, сравнительными железными дорогами, ты живи, но это лучшие дороги сегодня в мире. Там на одного пассажира при скорости меньше, чем у нас. Там для скорости 350-360 км в час. На одного пассажира приходится 60-70 кВт мощности привода, чтобы двигаться с этой скоростью. Нам, чтобы двигаться с скоростью 450 км в час, в такого же типа поезде, то есть в общественном транспорте, не в личном, надо 8 кВт на пассажира. Значит, в сравнении даже железной дороги, мы эффективнее по энергозапратам в 6-8 раз. Не говоря, если сравнить с самолетом, который ведет при данных полетах порядка тонны топлива на пассажира. А дальше тоже надо поднять на высоту, надо разогнать, надо его везти только топлива тонны на пассажира, а надо еще везти конструкцию. Соленый аэробус весит сухой тонн 200. А3-180 или Боинг 747. Они очень тяжелые. Это все надо поднимать на огромном саду и лететь с большой скоростью. И поэтому эти все преимущества дают технические преимущества, дают такую эффективность и экономичность нашего транспорта. И то же касается то, что, я думаю, что злово было, да посмотрите на патенту, чьи патенты на струнный транспорт. И там даже есть такое, струнный транспорт Юницкого, транспортная система Юницкого. Я нашел решение, которое уменьшает расходу материалов на эстакаду в 10-20 раз. При этом материалы те же самые. Сталь, арматура, бетон. Те же самые материалы. Поэтому, соответственно, технология еще даже более простая. И поэтому, естественно, что при уменьшении материаломкости на порядок и упрощение технологии, снижает стоимость эстакады тоже на порядок. Поэтому и называют цифры для скоростной системы, ну, с инфраструктурой. Это не только дорога, там, станции, вокзалы, подвижной состав. Ну, мы уложимся где-то в 5 миллионов долларов в экономике. А если взять, допустим, реализованный проект, вот, например, на Тайване реализован проект по японским технологиям скоростной дороге в эстакаде, ну, она в основном, она еще и по земле идет, но в основном по эстакаде. 342,5 километра обошлись в ценах 2007 года 15 миллиардов долларов. То есть, по тех ценах это 50 миллионов долларов за километр. Сейчас это порядка 100 миллионов долларов за километр. Так вот, я просто нарисую что это за эстакады. Представьте, что шаг опор 35 метров, у нас 40, больше, да? На опорах лежат две балки, высотой где-то 3 метра, весом каждая 900 тонн. Чтобы понимать, что 900 тонн это 9 вооруженных вагонов, международных. Каждая балка. На ней лежит плита шириной 6 бетона 11 метров, весом 1000 тонн. А уже сверху лежит подушка и спалый рельс. Так нагрузка на опору такая большая, что опора в диаметре несколько метров. И чтобы передать нагрузку на грунт, под каждой опорой 4 буронабивные сваи диаметром 2 метра каждая, у меня вокруг не хватит, чтобы показать штуку 2 метра, а мне это 1,70 метра. Значит, 2 метра диаметром и длиной до 60 метров. Вес одной сваи до 1000 тонн. Одной сваи. Как это все может стоить дешево? А теперь у нас шаг опора 40 метров, как я сказал, диаметром опора 50 сантиметров, под ней одна свая диаметром 40 сантиметров 0,4 метра. И длиной 9 метров, 9-12 метров, а не 60. И путевая структура, ну, если в двухкутном исполнении это где-то 150 килограмм металла на погонный метр или на пролет где-то 6 тонн. И бетон где-то килограмм 200, тоже 8 тонн. Так вот там пролет весит 4000 тонн. А у нас пролет весит менее 10 тонн. Больше пролет по длине. Так ну понятно, что дороже, что дешевле. Поэтому, естественно, почему они не решили проблемы там с динамикой, с другими вопросами. Там путь очень должен быть ровный, вот с ровностью пути, в том числе динамической ровностью пути. При этом пришлось раздувать путевую структуру, делать мощные балки. И фактически получается, что дорога держит саму себя, а не подвижной состав. Она настолько массивно тяжелая. А у нас дорога не себя держит, а подвижной состав. Потому что подвижной состав тяжелее, чем дорога. А у них наоборот. Подвижной состав на порядок легче. И поэтому дорога, ну, как и уже с дороги, когда едет вагон, он не пассажирам везет вагон, а он везет сам себя. А у нас везут пассажиры. И эти пассажиры дают нагрузку на пролетное строение, которое, естественно, дешевле на порядок, чем известные эстакады. Поэтому у нас и экономичность будет, вот, при эксплуатации, выше, у нас малолюдные технологии, у нас мало в случае персонала, у нас высокая долговечность будет, поэтому, отчисления на восстановление, будут маленькие, так, небольшие, потому что срок службы, там, 50-100 лет, допустим, тоже эстакады. И само строительство, дешевое. Поэтому, такие дороги будут окупаться. Существующие железы дороги высокоскоростные не окупятся никогда. Это сказки, что они там окупаются, там, через 10, или, там, даже 20 лет, они не окупятся никогда. А наша система окупится за 2-3, ну, зависит от того, какой пассажиропоток, иногда за год, ну, максимум, там, за 5 лет, да. А это инфраструктурный проект, который обычно делается за счет государства, который никогда не окупается. И поэтому туда не идут частные инвесторы. А у нас окупаемость будет быстрая, поэтому можно привлечь не только государственным капиталом, но и частные инвестиции. Поэтому можно прийти и сделать любой проект за счет инвесторов. Любой проект. И, как пример, я могу сейчас опять заговорили о скоростной железной дороге. Москва-Казань, именно железная дорога. Там уже и китайцы суетятся. До этого Сименс предлагал. И называли цены, ну, китайцы сейчас поменьше называют, цены где-то порядка 50 миллиардов долларов за эту дорогу. И дотации ежегодные, дотации, не прибыль, 10 миллиардов долларов. Ну, кому такая дорога? Ну, дотации. А у нас бы это стоило, ну, максимум 5 миллиардов. И 2-3 миллиарда нам давало незаводную прибыль эту дорогу. И поэтому, естественно, она быстро купила. Так. Следующий вопрос. Сколько средств путей в стране институционный видон транспорта? Мы ответим. Да, это сто. Если не ошибаюсь, там у вас вот вопросы, которые задавали по электронной почте, уже закончились. Если наши участники еще какие-то вопросы через чат зададут. Дорогие участники онлайн-репортажа, я думаю, что мы на сегодня тоже закончим. А, или Анатолий Дуарович включил? Да, да, да. Нет, я не закончил. Есть вопросы? Не знаю. Будет ли все эти какие-то... А, там, вроде, компьютерная графика. Ну, вернее, там какой-то вопрос был. Что-то типа мы картинки показывали. Ну, Матальдович, вы можете сами чатом управлять? Вы просто сейчас долго... Я понял, что это все как-то легко нарисовать. Вы знаете, мы в озерах не картинки нарисовали, а построили задействовать. Поэтому мы не мультипликаторы, так? Мы художники, я инженеры, конструкторы. И поэтому то, что мы красиво нарисовали, так же красиво построим. В те же красивые сроки, за те же смешные деньги. Понимаете? Поэтому, вы понимаете, как реальность. И вообще-то мы с материальными. Но все, что нас окружает, ну, это цивилизация, да, технократическая. Все, абсолютно все было когда-то мысли. Словом. Понимаете? А потом превратилось в бетон, железо, компьютеры, самолеты, не знаю, ручки там, что там, табаретки, велосипеды. И все остальное, что нас окружает, да? И поэтому мы делаем, и хотим делать, и сделаем это. А вот не рисуя эти картинки, сразу будет понятно, что делать. И это не картинки, это решения, проектные. Понимаете? Как нарисована станция, уже спроектирована станция. И это не художник нарисовал. Это нарисовал инженер, конструктор. Как Эйфель нарисовал сначала на бумаге башню. А потом ее построили. Она стоит уже сколько там? 130 лет. Следующее. По поводу технопарка и то, что мы демонстрировали, иллюстрация. У самой высокой опоры с 15% уклоном струны выглядит прогибом. Почему они не натянуты с напряжением? Значит, здесь надо говорить не о напряжении, а об усилии. Усилия здесь в путевой структуре порядка 300 тонн. Надо думать, что они не натянуты. И оно оптимизировано для этого веса, для этого пролета. И там не может не быть провеса. Это другой тип с провесающей путевой структурой. Если кто-то думает, что это плохо, он ошибается. Я сейчас поясню почему. Это хорошо. Особенно для городской системы. Кто катался на лыжах в горах, он знает, что моторчик не нужен, чтобы развить большую скорость. Почему? Гравитацию разгоняет. А если он потом где-то внизу заезжает в горку, то не нужны тормоза, чтобы затормозить. Гравитацию тормозит. И потенциальная энергия наверху переходит к кинетическому энергодвижению, а потом снова переходит к потенциальной энергии. Причем с КПД, с коэффициентом полезного действия 100%. Это самый лучший рекуператор. Физика. Закон физики. Так вот, возьмем нашу дорогу с провисающей путевой структурой. Значит, на спуске гравитация разгоняет юнибус. Ему нужна мощность для разгона. А когда он выезжает вверх, ему не нужны тормоза, чтобы затормозить. А теперь, представьте, что опоры – это станции. И станции в здании высотой 100-200 метров. Так нам вообще двигатель не нужен, чтобы разгоняться до расчетной скорости 120-150 км. И заезжать на станцию с нулевой скоростью. Единственные затраты нужны будут на соприление, преодоление аэродинамистского соприления и преодоление качения колес. У нас уникальная аэродинамика, уникальные колеса. И нам надо где-то, ну, может быть, 5 кВт на компенсацию потерь в среднем. Так вот представьте, транспортное средство вместимостью, как автобус, разгоняется за скоростью 150 км в час, имеет движок, как у мопеда. 5 кВт. Так это как раз ее провисающая путевая структура. А если бы она была ровной, как асфальт, то надо кВт 200-300 на разгон, а потом по тормозам и всю эту энергию выбросили. Понимаете? Поэтому это самый эффективный вариант городской системы с провисающей структурой. И мы показываем это. Пролеты максимальные, может быть, до 3 км. При использовании более прочных материалов, чем сталь, до 5 км. И мы можем идти по горам, по вершинам, вот такими пролетами. И в промежутке развивать высокую скорость. При этом провисы будут достигаться сотен метров. Чудес не бывают, физика есть физика. И сопромат есть сопромат, да? Так это хорошо, что провисы есть, а не плохо. Виктор, я ответил на вопрос. Анатолий Ударнович, могли бы поместить, точнее еще раз все-таки пояснить по поводу начала строительства летом? Что будет, с чего началось? Потому что все ждут и интересно людям понимать. Первое, что мы начнем строить, это ограждение. Как отдельный проект. Действительно, надо ограничиться. Так. Это мы планируем начать где-то в июне месяце. Мы это достаточно быстро сделаем. Уже проект есть. Параллельно, мы уже сейчас начинаем заказывать стенды. И они будут изготавливаться. Три месяца иногда, шесть месяцев. Чтобы где-то осенью уже про это стенды начали работать. При этом, уже у нас есть проект трасс. Поэтому мы знаем, где будут стоять опоры. Поэтому, естественно, уже можно закладывать летом фундаменты опор и размещать заказы на изготовление. Часть опоры будет железобетоном, чтобы показать, что мы можем сделать железобетонную часть составных труб. Внутри будет бетон, это трубобетон. Поэтому они тоже будут заказываться, привозиться, складироваться. И где-то мы опоры начнем монтировать осенью. Потому что надо сделать еще планировку участка, надо разметить сети. Где-то надо понимать, где что будет стоять. Где там склад, где цех, где станция. К ним же надо подвести электричество, надо подвести воду. На станции же будет туалетная очка должна быть канализация. Значит, должна быть система связи. То есть, эти сети инженерные мы тоже начнем строить летом. И потом мы уже осенью заложим изготовление юнибусов нужных. Изготовление эстакад, металлоконструкции. И знаем, где мы будем размещать. Часть будем сами изготавливать. У нас будет сварочный тоже участок. Там много сварных работ. Часть будем заказывать, эти металлоконструкции. Будем заказывать уже элементы терминалов грузовых. Это довольно серьезное сооружение с такой производительностью. И сборку мы потом сами будем делать там си юнибусов. И мы начнем сборку их где-то летом следующего года. К лету следующего года мы уже построим путевую структуру. Ну, где-то к июню, к июню. Вот преднапряженную. Ну, со всеми элементами. Уже станция будет готова. Ну, конструктив. Без этой внешней красоты. Она будет делаться чуть позже. Чтобы уже где-то осенью следующего года. В сентябре, в октябре. Поставить юнибусы на трассы. И осуществить. Ну, и подвернуть состав грузовой системы. И начать тестовые испытания. Они продлятся где-то месяц-два. Параллельно будет очередная сертификация. Это, я сказал, что там ничего сложного нет. Поэтому уже к тому времени фактически у нас уже будут данные со стендов. Уже будут фактически сертификации. Будут уже соответствующие документы. И где-то в октябре, ну, в ноябре, декабре мы уже можем демонстрировать работающую систему. Грузовую, городскую. И в это время мы уже начнем строить продолжение высокоскоростной. системы. Потому что там будет вылет где-то на 15-20 километров. Благодаря вот нашему мотор-колесу мы можем продвиженность скоростной трассы, высокой скоростной, уменьшить с 30 километров до 15. И, соответственно, сэкономить порядка 50 миллионов долларов. Ну, и по строкам строиться. Потому что одно дело 30 километров строить. Другое дело 15. То есть мы это начнем уже строить где-то зимой 2017 года. Построим за 2017 год. Уже будут скоростные юнибусы изготовлены. Уже будут сделаны элементы, ну сертификация нужная. Мы уже ставим на трассу. И делаем тоже там 2-3 месяца пусконаладочной работы. Уже завершение сертификации. И в конце 2017 года, в начале 2018 года, мы демонстрировали заказчикам и всему миру высокоскоростную систему. Вот примерно такой график работы. Возможно, мы сможем ускорить эти работы. Но это потребует дополнительного финансирования. Потому что ударная работа, 2-3 смены, как мы, допустим, озера строили, мы работали без выхода. Даже бетон, когда мы закачивали, было минус 12. Был мороз, а мы в это время закачивали трубу бетона. Трубу диаметром 80 мм, где было 9 канатов, диаметром 5-15 мм, мы закачивали бетон. И закачали. Пришлось греть воду, пришлось греть раствор. Естественно, все это было дороже. Поэтому, если у нас будет ударное финансирование на эти этапы, то мы сможем сократить на полгода, по-моему, даже больше работы. Виктор? Эдуардович, спасибо большое за развернутый ответ. Спрашивают еще следующее. Есть предложение провести прочностные испытания элементов системы струнного транспорта на предельные нагрузки до разрушения. Результаты таких испытаний любого скептика убедят, а доводы недоброжелателей отторгнут. Опыт таких испытаний для натурных конструкций и оборудования испытательный стенд с нагрузкой до 3000 тонн имеется. На самом деле, в этом необходимости нет. Мосты испытывают расчетную нагрузку. Это же стакана. Мы же делаем по строительным нормам и правилам. Элементы мы, естественно, будем испытывать. Так не надо всю струну, надо испытать проволоку. Мы уже ее испытали. У нас есть испытание проволоки. Более того, еще 7 лет назад я заказал за смешные деньги, на самом деле. Нам отлили отливку стали, нужной нам для этой проволоки. Прокатали 10 км проволоки, тройки, янгзан 3. И сделали два варианта с оцинковкой и черной. И у меня образцы эти есть. А потом испытали уникальные результаты. При цене проволоки 1000 долларов за тонну. Это стоит обычно сталь 3. Прочность проволоки, сигма-02, так называемая, когда удлинение 0,2%. 22400 кг. 22 тонны на квадратный сантиметр. Такая прочность проволоки. Мы ее испытали. Зачем рвать всю струну? Ясно, что если будет в струне сечение струн, допустим, я не знаю, 20 сантиметр квадратных, умножайте на 22 тонны. Разогновое усилие будет 400 тонн. Если будет 50 квадратных сантиметр, то будет разогновое усилие 1000 тонн. А расчет на наши усилия, допустим, будет 200 тонн. Поэтому мы сделаем многократные запасы. При этом у нас кинематика работы конструкции иная, у нас же еще раз говорю, неразрезная конструкция, она работает по-другому. И если взять элементарную физику, вот я буквально на пальцах покажу, если вот у нас есть некий элемент, а мы прикладываем вертикальную нагрузку, то эта нагрузка не создает усилия продолжим. Ну это понятно, она не дает проекцию. Вот такая создаст, а такая нет. Так у нас путь горизонтальный и струна практически горизонтальна. Поэтому нагрузка не меняет практически напряженное состояние струны. То есть она все время как бы в статике. Вот мы напрягли, допустим, 10 тысяч килограмм на квадрат в сантиметр струну. Это те расчетные напряжения, допустимые в мостах. Это СНИПы допускают. А потом подлинной состав меняет всего напряжение на 10 килограмм на квадрат в сантиметр. Это одна десятая процента. Это статика. И что тут испытывать? Так вот, чтобы порвать эту струну, надо дать нагрузку в тысячу раз больше, чем вес подвижного состава. А откуда такая нагрузка возьмется? И у нас непродольные усилия. Это же не вант, это другая конструкция. У нас поперечные усилия. Поэтому все необходимые испытания мы уже сделали. Мы это показали в озерах. Я показал это на моделях. Посмотрите в интернете висят фотографии, где модель 1 в 5. Там струны-то сечения квадратный сантиметр. Пролеты там метров по 8. Я повисаю на пролете. Стоит модель весом где-то 30 килограмм. У меня под 100 килограмм веса. И ничего не происходит. И знаете, какие запасы прочности? Если я даю нагрузку в три раза больше, чем вес подвижного состава, и ничего не произошло. Абсолютно. Даже фотографии, где я становился ногами напролет и стоял. И она держала эту дорогу. Поэтому необходимости какие-то там что-то рвать, разрушать. По большому счету нет. Это не так делается. И естественно мы знаем, как это нужно делать. И все необходимое для сетификации, для экспертизы, для ввода в эксплуатацию мы сделаем. В том числе тестовые испытания с расчетными нагрузками. С определением запасов прочности и других характеристик, которые требуют строительной нормы и правила мосты и трубы. А эти нормы и правила СНИП, мосты и трубы, Гострой, в данном случае, в России взять. Это Гострой России разработал. Для мостов, путепроводов, эстакад, в том числе и для колесного транспорта и рельсового в том числе. То есть то, что мы и делаем. Колесный транспорт, рельсовый. И вот этот СНИП полностью уже во многом проделать. Виктор Старча, еще как Вы на пару вопросов ответите? Готовы? А? Да, я могу готов, но я до утра могу. Здоровье и все остальное. Если слушают, можно объяснять. Если уходят, то мне интересно. Народа меньше становится. Вот спрашивают вопрос по поводу защиты компании. Существует ли какая-нибудь защита у компании от рейдерского захвата? Ну, рейдерский захват, на самом деле, это закон защищает, и это государство надо защищать. На самом деле, от рейдерского захвата никто не защищает. Да? Но, как обычно он происходит. Кто-то имеет небольшой процент. А ну, десятый процент. Один процент. Потом нанимают, вы знаете, бандитов. И бандиты могут быть в погонах. Это не такие же бандиты. Когда приходят с автоматами, с газоорезками, их не пускают, они вырезают двери, всех выгоняют и садят своего директора. А потом приводят адвокатов, которые начинают все это защищать. И когда серьезный заказчик, то они отстаивают это. И тот, кто имел от десятого процента, потом владеет статусом. Ну, это схема рейдерского захвата, когда захватывают имущества. Когда захватывают станки, здания, сооружения, земли и прочее. У нас индивидуальная собственность. Ее так нельзя захватить. Ну, как ее вот? Ну, придут, ну что, заберут бумагу, да? Собственность не здесь находится, она в таком месте. В защищенном месте, вынесены три океана, хранятся носители ноу-хау и так далее в сейфах. Так же, как Кока-Кола хранит свои секреты, да? Никто не знает где ты. И как это можно захватить? Да? Можно захватить только там офис. Ну, пойдем в другой офис. Ну, ладно, если не нравится, что мы здесь, мы будем в другом офисе арендовать. Как можно землю отнять, которая будет нам выдано на 99 лет? Чтобы эту процедуру проделать, ну, вы знаете, как сложно вот это мы, ну, отвод земли, насколько сложен, и как это можно ее переписать на кого-то другого? При этом мы делаем в районе, который заинтересован, чтобы мы там работали, мы создаем рабочие места, мы приносим туда инвестиции. Поэтому они тоже нас будут защищать, естественно. И власть будет нас защищать, потому что мы приводим инвестиции сюда, в страну. Уже только на предприятии, вот предприятие конструкторское, за 9 месяцев мы инвестировали, ну, это деньги инвесторов, это, естественно, не мои деньги, да? На 2,5 миллиона евро. Так? И власть это знает, и это знают контролирующие органы. Мы хороший инвестор, у нас серьезные планы, поэтому они тоже нас будут защищать. Поэтому, учитывая наши вот особенности, и опыт, у меня был опыт, когда не кто-то, а свои же. Те, с кем я, можно сказать, выпил ни один ящик водки, не съел ни один фут соли. Вот эти все и сделали резкий захват. Обманув, поделав документы и так далее, не пустил меня в Австралию, там, сфабриковал некоторые документы, чтобы я не мог мешаться. И захватили в Австралию. Сделали резкий захват. Понимаете? Потому что я пустил этих людей в управление. Я сделал их совладельцами бизнеса. Сейчас у меня таких нет, управленцев. Я управляю. И сам себя я не буду, наверное, оправдывать. Потому что я такой же акционер как все остальные. Я основной акционер. Поэтому не позволю, чтобы и меня обокрали, и у вас всех акционеров обокрали. Так? Поэтому не доверяю ключи от сейфа, где лежит на ухау. Я не доверяю другим счета, печать и так далее. Поэтому как можно это захватить? Я не дам такую возможность. Поэтому здесь можно быть спокойным. Редных захватов не будет. У нас пока нет. Так, Антон, я думаю, на этом мы сегодня завершим репортаж. Можно попрощаться там. Хорошо. Да, спасибо за то, что выслушали меня. Остался 540 ничей. Да. Меньше, чем в прошлый раз. Но тема, наверное, не очень так интересная. Поэтому большое спасибо. И до новых встреч. Всего доброго. Дорогие участники, всем спасибо большое за посещение нашего сегодняшнего репортажа. Антон Эдуардович подробно рассказал и про землю, и про то, что мы там будем строить. По итогам этого репортажа мы сформируем документ, который разошлём всем нашим участникам. В котором будут подробно изложены все те темы, которые сегодня затрагивались. Также будут разосланы иллюстрации, чтобы люди могли воочию посмотреть всё это сами. В следующем онлайн репортаже мы объявим попозже, на следующей неделе. Также в ближайшее время будет подготовлен инвестиционный меморандум для всех наших инвесторов. В котором будет подробно объяснена структура компании. Чтобы вы также имели на руках все необходимые документы, могли по ним пройтись, задать необходимые вам вопросы. Мы могли вам аторитивно на них ответить. Также все ваши вопросы просьба задавать на электронный адрес, который указан в рассылке. Нам очень важно ваше мнение. И спасибо вам большое ещё раз за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok